всем добрый день начинаю рисовать новый рисунок это будет голова орла это будет одно видео то есть сначала и до завершения рисунка в одном видео и так за кадром нанес как бы основные габариты этой головы вот чтоб камера нормально вловила фокус и сейчас буду начинать прорисовку именно уже как бы самих этих деталей то есть прорисую подробненько глаз и потом уже начну прорисовывать эти перья то есть вся голова состоит как бы из белых перьев только там в некоторых местах есть такие черненькие переходы вот ну не знаю штриховкой прорисовывать перья конечно не сильно могут бы заметно или похоже на эти перья то есть штриховка больше подходит для прорисовки какой-то шерсти вот ну тем не менее рисовал попробовал как оно получается ну и в конце уже видео оцените готовый результат как получилось или не получилось и так взял карандаш 2b механический подаводил все самые черные части то есть на этом рисунке это будет только вот возле самого глаза сам зрачок черный вот вот разделение этого клюва там не будет и в конце уже добавлю как бы черных таких этих оттенков под 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 самим клювом там такие перья немножечко темнее из-за из-за тени от головы и так вся голова будет как бы из белых перьев там с такими с прожилками немножечко таких черных но опять-таки как получилось не знаю посмотрим напишите в комментариях похоже похоже это все хоть на орла или не похоже или на перья в целом и так взял карандаш hb и прорисовываю сейчас первый слой вот этих вот всяких перышек то есть стараюсь проштриховывать по направлению вот как лежат перья то есть там перья настолько меленькие что их там практически как бы не видно но чтобы вырисовывать допустим на каждое перо вот поэтому я взял карандаш hb этот и в один слой как бы первый прорисую затем вот буду другие карандаши немножечко прорежу реже буду делать эту штриховку я думаю будет заметно или похоже на этот как бы на перья эти да и так прорисовываю сам клюв тоже как бы в первый слой не знаю тоже будет такой светлый карандашом штриховка вернее постарался показать эти все закругленности этого клюва туда дальше еще возьму затирочку немножечко высветлю вот что показать такие там есть там блики либо строение этого клюва такое как бы не совсем гладкая с такими как бы волнами и так проделал нанес вернее первый слой вот за кадром прорисовал еще глаз более-менее тот сам зрачок этот и само яблоко вот и теперь как бы провожу штриховку именно тоже темной части как бы бровь этого орла и под ней уже там тоже показываю эту тень как бы из темных таких перьев да или падающая тень от брови вот беру карандаш 3b в некоторых местах это же так прорисовываю все как бы моменты то есть вокруг глаза там еще какой то есть такой ободочек тоже из перьев вот и в разные направления нам направлены эти но как бы рост этих всяких перьев то есть так и пытаясь прорисовывать как на самой картинке где темнее перья то есть там беру карандаш более мягкий и прорисовываю там где светлый то в один или два слоя прохожусь то есть по по этим перьям вот и уже в самом конце уже пройдусь еще один слой механическим карандашом этим 2b покажу именно такие как бы черненькие окончания этих перышек не знаю складки между этими перышками не знаю как она там ну на картинке будет виден вот этот сам переход там где этот клюва там где заканчивается клюв туда дальше где глаз и переход именно на саму шею то есть там тоже другими карандашами это все я покажу вот и буду стараться показывать именно направлением штриховки вот этих вот рост этих перьев то есть там настолько много этих перьев причем они все разного размера большие и поменьше то есть ближе к клюву вообще такие очень очень маленькие вот ну как бы не стал это все прорисовывать как каждую там каждая перышко вот то есть просто взял это все показывал одной одной штриховкой такого как бы в разные направления вот как они эти как бы эти перышки сложены и так взял карандаш hb и прорисовывают клюв то есть клюв тоже такой закругленный на конце как бы заостренный и вот тоже идет все по дуге как сам клюв как бы в одну сторону идет дуга и по самой дуге как бы влево-право тоже но идет как бы загнутый такой вот поэтому тоже эти все направления ну пытался я учесть поштриховать это все дело чтобы показать более-менее объемистый этот клюв ну не знаю насколько это все получилось итак голова орла белая вот чтобы это мне все показать я туда дальше возьму сделаю темный тон возьму графитный порошок рассыплю аккуратненько вокруг орла и салфетка это все как бы порастираю до однотонного состояния то есть показывать я это не буду просто будет уже готовый результат покажу то есть после пропуска будет уже сразу готовый фон просто решил рассказать как я это все его сделал то есть те карандаши которые я затачиваю я отдельно как бы собираю этот графит вот эту крошку и если мне нужно будет в таких вот моментах именно как бы для показания этого фона то очень хорошо его использовать эту крошку не вы не выбрасывать где-то хранить его на всякий случай итак вот был пропуск сделал я фон как я говорил и сразу как бы высветлил вот эту всю часть этого орла эту всю голову с белым перьем вот и теперь довожу уже другими карандашами более там твердыми то есть тот самый клюв и те же самые перья которые прорисовывал раньше взял карандаш ну не карандаш а затирачку то есть внутри там карандаша это затирачка и поэтому удобно проделать такие вот блики очень тоненькие высветлять в нужных моментах очень удобная штука то есть прошелся по всему клюву так немножечко высветлял и еще по верху прошелся карандашом 2h и так взял карандаш 2h и прохожу полностью по всему клюву опять таки делаю штриховку именно по дуге что показать ну как бы объем этого самого клюва то есть темные места только вот на кончике клюва и как бы на самой передней части то есть он сам себя как бы там затеняет вот ну и так по мелочи уже прохожусь именно как бы где самые темные участки навожу карандашом вот этим 2b механическим вот потом еще раз пройдусь по всяким этим перышком по всей голове то есть по делу такие как бы черненькие такие рисочки вот то есть сами сами перья уже я не стал заморачиваться прорисовывать они там настолько плотненько лежат потому что как бы сливается в одну в один свет вот этими черненькими как бы штрихами по всей голове показал это именно эти как бы наслоение перья друг на друга ну не знаю не старался прорисовывать как бы все эти перья то сделал просто основное направление и попытался передать этот основные ну оттенки этой головы этого орла вот на этом буду заканчивать пояснение к этому рисунку кому понравился рисунок ставьте лайки делитесь вашими комментариями мнениями кто первый раз на канале пожалуйста подписывайтесь на мой канал будут еще видео будет много чего интересного оставляйте ваши комментарии ставьте колокольчик чтоб не пропустить новые видео всем спасибо увидимся в новых видео до свидания а